Всем привет! С вами Светлана. И сегодня у нас видео топ 5 продуктов Фаберлик серии Дом. На первом месте у меня чистящее средство для духовок и плит. К сожалению, у меня нет баночки, поэтому я сделаю вставку. Оно совсем недавно у меня закончилось, и я его уже бросила в корзину своего следующего заказа, потому что не представляю свой дом без этого средства. Оно справляется с любыми загрязнениями и просто с любыми поверхностями. Я очищала им кастрюли, сковородки, знаете, обратную сторону, которая пригорела. Замачиваешь, оставляешь, ждешь какое-то время и очищаешь. Оно потрясающе справляется со своей задачей, и у него нет ярко выраженного химозного запаха. То есть не нужно одевать какие-то средства защиты, чтобы не отравиться, не дай бог, и открывать в квартире окна. Оно достаточно приятно пахнет, нет никакой резкой отдушки и справляется со своей задачей просто на ура. Я познакомилась с ним следующим образом. Я заказала, и у меня на подоконнике, на пластиковом на кухне лежали, сохли детали от мясорубки, металлические детали. Когда я убрала, от одной из деталей осталась ржавчина. И чем я ее только не терла, с пластикового подоконника она не уходила. Я взяла средства для духовок и плит, капнула капельку, растерла немножечко по пятну, и прям на глазах у меня начала эта ржавчина разъедаться. И подоконник стал ярко белым, даже отличаться от остального. Так что пришлось чистить весь подоконник. Оно справляется с любыми поверхностями. Я чистила им духовку, чистила микроволновку. Ну, про кастрюли сковороды я уже сказала. Так что, кто не пробовал, я вам обязательно советую. Там огромная бутыль, такая же вот, как у нас средство для мытья посуды размером. Его хватает очень надолго. Оно довольно экономичное. Обязательно попробуйте, рекомендую. На втором месте у меня средство для мытья посуды. Вот так оно выглядит. У меня это с ароматом эвкалипта и артикул его 111.92. Кому интересен состав, он здесь на русском. Можете почитать. Без этого средства свой дом я тоже не представляю. Потому что оно отмывает посуду до скрипа. Мне не хочется уже ничего после него покупать, потому что, ну, все не то. Оно с нуля месяцев. То есть можно мыть детскую посуду, детские игрушки, соски. Содержит антибактериальные компоненты. Подходит для мытья детской посуды и бутылочек. Оно безопасно для животных, для младенцев, вообще для всех. Оно концентрированное, суперэкономичное. Вот такой бутылки мне хватает на несколько месяцев. На три минимум. Потому что я развожу его один к трем. То есть одна часть средства и две части воды. Ну, опять же, это зависит от того, с каким ароматом вы заказали его себе. Потому что некоторые почему-то бывают пожиже, некоторые погуще. Но это все не критично. Я уже на глаз развожу так, как мне удобно, так, как мне нравится. Любые загрязнения. Посуда ваша блестит и прям реально скрипит. Вот по тарелочке можно провести пальцем, и она реально скрипит. Вот такое вот средство у меня на втором месте. Идем дальше. Я не представляю свой дом без средства для туалета. Это очищающий гель. Вот так он выглядит с ароматом лимона. Очень удобный носик. Артикул его 112-92. Это средство 5 в 1. Обладает несколькими функциями. Эффективно удаляет известковый налет, ржавчину, защиту от повторных загрязнений, предотвращение неприятных запахов. И свежий цитрусовый аромат. То есть еще и освежает. Здесь 500 мл. И хватает его тоже надолго. Я тестила его немножко как бы в другом ключе. Я отмывала им стиральную машину и швы между плитками. Это средство уже имеет достаточно химозный запах. Чувствуется запах хлора. И он такой ядовитый. То есть я работала в ванной с открытой дверью и с открытыми окнами в квартире. Но что я хочу сказать. Я очистила свою плитку в ванной и швы. И машинку стиральную просто на ура. Я под видео оставлю ссылочку на то видео, в котором я это все проделывала. Но унитаз само собой это просто моментальный эффект. Вы заливаете, оставляете на 5-10 минут. Можете и больше. Там забыли. Ничего страшного. Если вы пришли, нажали кнопочку, смыли водичку, ваш унитаз блестит. То есть от любых видов налета и ржавчины, если у вас есть, налет от воды собирается тоже. Вот это средство справляется совсем просто на ура. Оно тоже всегда в моем доме. И будет всегда. Четвертый продукт, без которого я не представляю свой дом. Это освежители либо нейтрализаторы Фаберлик. Водные освежители, которые в то же время увлажняют помещение. Особенно актуально это в зимний период. И это реально чувствуется. Артикул нейтрализатора 112.87. Освежители просто, ну, огромный выбор в каталогах. И на сайте вы можете их поискать. Данное средство нейтрализует, устраняет причины стойких и резких неприятных запахов. И оно, да, справляется со своей функцией на все 100%. У меня в доме животные. Бывали ситуации, точнее одна ситуация, когда у меня что-то пригорело. И вот этот вот запах, да им нужно было быстренько нейтрализовать. Справляется на ура. Ароматы у всех освежителей, которые я брала, в том числе у нейтрализатора, потрясающие. Здесь легкий цветочный аромат, ненавязчивый, который быстро рассеивается. А у освежителей Фаберлик аромат держится около 3-4 часов в помещении. Зимой очень актуально брать аромат с корицей. Я просто была в него этой зимой влюблена. На лето более легкие морские цитрусовые ароматы. И попробовав такой освежитель, вам просто уже не захочется покупать химозные баллоны, где сжатая какая-то консистенция и жуткий состав. Состав здесь прекрасный. Тоже на русском. Я сейчас вам покажу, кому интересно. Освежители заявлены тоже как безопасные для детей и для животных. То есть, если у вас есть в доме аллергики, если у вас есть в доме животные, которые вот из-за этих неприятных всяких запахов, точнее приятных, но химозных страдают, вот это ваш вариант. Он не вызовет ни аллергий, ни обострений каких-то там заболеваний дыхательной системы. Он абсолютно безопасен и справляется со своей функцией. Рекомендую всем попробовать. Ну и пятое средство, без которого я не представляю ни одной стирки. Нет, это не порошок. Это пятновыводитель от Фаберлик. Вот так он выглядит. В этой баночке 500 грамм. Артикул его 110-50. И он просто потрясающе справляется с любыми загрязнениями. Застарелые пятна, конечно, вот которые там прям уже давным-давно, или от масла машинного, он не выведет. Нет, нужно предварительно обработать либо спреем пятновыводителем, либо карандашиком. Тогда на ура. Но свежие пятнышки и какую-то такую грязь, знаете, у ребенка часто пачкаются носочки, особенно беленькие, их в первоначальный вид привести практически нереально. Так же, как и колготки, вот пяточки на рукавах, вот здесь, если погода еще плохая, погулял, вот все, капец на кофточках и толстовках. Вот он с этим справляется. Я тоже снимала видео на обзор этого средства. Оно вернуло былой цвет моей кофти, которая окрасилась при стирке с другими вещами. И после этого я эту кофту несколько лет стирала. Как бы она осталась в таком вот сиреневом цвете, в который окрасилась. А постирав ее с пятновыводителем, она вернулась в свой первоначальный розовый цвет. Это вообще было для меня чудом и нонсенсом. Также в этом видео я рассказываю про как раз пяточки на колготках детских, как здорово она справляется с ним. Так что вот этот продукт я вам тоже советую обязательно. Он довольно экономичный. Здесь в нем мерная ложечка есть. Но у меня вот сейчас от порошка, а так тут немножко другая ложечка. Приблизительно такого объема. И на одну стирку я где-то половину ложечки или целую ложечку кладу. И мне очень надолго его хватает. На месяца два-три точно. Поэтому кто не пробовал, обязательно попробуйте. Ну а на этом все. Вот такие пять средств для дома, которые покорили просто меня в Фаберлик. Я надеюсь, это видео было вам полезно и понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. И если вам понравился этот формат, обязательно дайте знать под видео. И если у вас есть какие-то еще любимчики из серии дом, которые покорили вас, тоже, пожалуйста, напишите. Возможно, я попробую, присмотрюсь. Потому что я, конечно же, не все еще пробовала в Фаберлик, далеко не все. Но вот эти пять средств уже завоевали свое место в моем доме навсегда. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами была Светлана. До новых встреч. Продолжение следует...